Итак, доброе утро, дорогие друзья. Добрый уже полдень. Уже не просто утро. Уже сегодня добрый полдень. Добрый, добрейший полдень. И мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать Тору. Конкретно мы находимся в главе Вайлэх. Пятый день недели сегодня. И, значит, в главе Вайлэх на пятый день недели, значит, сегодня четвертая Тишре. Десять дней раскаяния. И в эти десять дней раскаяния есть возможность изменить приговор, который был внесен в Росошана. Видите, у меня тут был приговор, что вот такая штука будет. Нет, я думаю, что на всякие вот эти мелкие штуки не распространялся приговор. А приговор, наверное, распространялся на статус человека в духовном мире. То есть записывали или в книгу живых, и ты тогда, значит, имеешь связь с Богом, или в книгу мертвых, и ты не имеешь связи с Богом. То есть физическое состояние, физическое составляющее тела — это следствие его духовного составляющего. То есть духовное первично, а физическое вторично. То есть если даже дальше продолжить вот это сравнение, то идет вначале духовное, да, потом идет интеллектуальное. То есть человек живет не в реальности физической, он живет в своем интеллекте, в своем описании этой реальности. И там же он в своем интеллекте, он принимает решения, взаимодействует с людьми, живет по каким-то правилам. И дальше у него его вот эта вот интеллектуальная реальность, она отражается в его теле эмоциональной его реальностью. А его эмоциональная реальность потом превращается в физическую реальность. То есть такая психосоматика. То есть идет от психики к телу. Но первичное — это духовное. А управление всей этой историей находится в интеллекте. А интеллектом, если мы изучаем Тору, то мы через Тору соединяемся со Всевышним. И тогда выстраиваем всю систему, выстраиваем по правильному проекту Всевышнего. И, естественно, в Рошашана вся эта система сканируется. И определяется, насколько человек относится к какому-то разряду, к какому-то классу духовных существ. И языком людей, которые в то время пророки-мудрецы, они все равно жили в мире, ну, в особенном мире, в том мире, в котором они жили, они использовали те определения, те метафоры. И, например, когда мудрецы говорили про книгу жизни, то для них единственным способом записи информации — это была книга. А для нас бы, например, сегодня бы сказали «файл», записали бы «файл» или «в базу данных». То есть современные бы пророки, они бы говорили языком не «книга», а «файл». Хотя тоже осталось документом. Некоторые слова остались теми же. Хорошо. Гмар, Хатима, Тава, всем учащимся. И раньше говорили, что нужно поставить «хотэмет», «хатима», да, печать. Даже сейчас интересно, что мне нужно было подписать один договор. И вторая сторона сказала, без подписи, без печати компании этот договор недействительный. То есть мы не примем договор без печати. Хотя, казалось бы, есть подпись, есть электронная, есть сейчас всё-всё-всё. Есть уже другие способы доказательства. Но вот эта вот печать, это осталось до сегодняшнего дня. Хотя уже сейчас это тоже всё в электронном виде. Значит, сегодня в книге о Йом-Йом нам рассказывается о том, что... Помните, вчера мы учили пять путей к возвращению к Богу? Пять путей к тшу-ви. Каждая буква, слово тшу-ва, тамим-ти-ема-шем-эл-ке-ха, шиви-си-а-шем-ли-нагди-тамид. Будь непорочным перед Богом. Представляй Бога всегда перед собой. Ва-ав-талереха-камоха, возлюби больше ближнего, как себя. Бет-эта, беколь-драхеха-деу-ву-я-шер-ар-хатеха. На всех путях познавай его, и он выпрямит твоей дороги. И последняя А, цвина-лехе-тамашем-эл-ке-ха. Вот пять путей вернуться к Богу. Пятый путь – это быть скромным. И сегодня нам дается вот как раз объяснение, краткое изложение, объяснение первого пути возвращения к Богу, данного моим отцом. Кто это сказал? Рэбе Шалам-Довбер, пять рюбачисты Рэбе, объяснил своему сыну шестому, Рэбе Хаббата, Рэбе Йосифа Ицкаку. Он ему так сказал. Буква ТАВ, ТАМИМ-ТИЕ, да, это непорочен. ТАМИМ – это непорочен, наивин, да, такой непорочен. Наивный, непорочный – это очень похожие слова. Непорочен будь перед Богом всесильным твоим. Это путь служения Всевышнему через непорочность. У непорочности есть несколько уровней. Вот кто когда-нибудь из нас рассуждал над уровнями непорочности? Вряд ли, но я лично никогда не… Ну, само слово «непорочность», да, оно как бы, я думаю, за мои 50 лет почти не использовалось вне Торы ни разу, да. А это что? О, это непорочный. А тут есть еще уровни непорочности. У непорочности есть несколько уровней. Для процесса возвращения к Богу наибысшим ее уровнем является непорочность сердца. Искренность. То есть, есть люди, которые неискренны. Давайте разберемся, что такое искренность. Искренность – это… Искренность – это когда одно в сердце, то же самое, что в сердце, то же самое и снаружи. Да, это называется искренний человек. Он то, что думает, то и говорит. Но вряд ли назовут искренним человека, какого-нибудь такого злобного человека, да, скажут. О, это ты искренний такой. Нет. То есть, у него в сердце добро и снаружи добро. А неискренний – это у которого в сердце зло, а снаружи – добро. А тот, у кого в сердце зло и снаружи зло, он какой? Он злобный, он неискренний. Его не называют искренним, да. О, это человек искренне злобный. Да, такого они говорят. Значит, у непорочности есть несколько уровней. Для процесса возвращения к Богу наивысшим уровнем является непорочность сердца, искренность. Как сказано об Аврааме, «И нашел ты сердце его верным тебе». То есть у Авраама он в сердце, где-то в глубине сердца Всевышний знает и читает, какие у человека намерения, какие у него мысли. И вот где-то в глубине сердца Авраам был прямо на самом глубоком уровне, он был привязан ко Всевышнему. И Всевышнему открылся, соединился с ним и так далее. Значит, когда мы стремимся к чуве через непорочность, нужно заглянуть глубоко-глубоко-глубоко в себя, вот просто хотя бы пять минут посидеть и, размышляя о себе и о своем отношении к Богу, заглядывать туда, заглядывать, не отвлекаться на внешний мир, а заглядывать, насколько искренне я хочу выполнять волю Всевышнего. Потому что соединиться со Всевышним можно только через выполнение его воли. Как ты по-другому соединишься со Всевышним? Через знание о нем, да, через Тору ты можешь соединиться со Всевышним, изучая слова Торы, слова пророков. То есть, это то, что идет от Всевышнего. Тора идет от Всевышнего, и ты, изучая Тору, соединяешься со Всевышним. Или, выполняя его волю, ты узнаешь, что надо сделать так-то, и это воля Всевышнего, и ты в момент выполнения этой воли, как сказал царь Соломон, нер-митсва. То есть, это как свеча, заповедь. Выполняя заповедь, ты зажигаешь свечу на то время, что ты выполняешь заповедь. А Тора – это свет. То есть, изучая Тору, размышляя о Торе, и говоря слова Торы, у тебя постоянно включен свет. Такой свет, свет, свет тебя освещает внутри, тебя и твой жизненный путь. Вот. И когда этот свет у тебя есть наверху, вот мы сейчас, например, изучаем Тору, значит, у нас поверху идет такой фонарик идет, да, свет, свет Торы. Но когда ты выключаешь, выключаешь ты урок Торы, в этот момент куда уходят твои мысли? А когда ты погружаешься внутрь себя, о чем ты думаешь? Это большой вопрос, потому что когда человек погружается внутрь себя, то у него включается его ассоциативное мышление, в котором одно цепляется за другое. И вот там как раз, если туда заглянуть, если у тебя там есть мысли о Всевышнем, на самом таком глубинном уровне, искренность, тогда ты как Авраам, все, тогда ты уже можешь считать, что ты соединился с Богом. И через первую букву Т, Томим Тие, то есть будь непорочен, ты с Богом соединился. Вот такой вот, сегодня мы выучили кусочек из Торы. Если его понять, запомнить и потом вспоминать, то каждый раз, когда вы его вспоминаете, у вас будет зажигаться свет Торы, который соединяет вас со Всевышним. Дальше. Вторая книга «Обретение неба на земле». Продолжается, эта книга нам рассказывает, как здесь на земле получить отблески вот этого рая, который будет на небе, что там все будет хорошо, прям вообще полная, ну рай, да, одним словом, рай. Нет недостатка ни в чем, и все очень хорошо. И автор книги «От имени Любавичского Рэба» приводит нам, опять последние все отрывки идут про мир в семье. И он нам говорит такую вещь, что нет ничего более важного, чем мир. В принципе, чем мир. Даже если вы, безусловно, правы и знаете, что ваша жена совершенно не права, уступите ради мира. Трудный мир лучше легкой ссоры. Вот такой совет. Трудный мир лучше легкой ссоры. Это очень, мы видим, что мини-модель, она также хороша, она вот полностью, знаете, как есть, микромир, макромир, мега, наверное, мир какой-то есть особенный. Если мы смотрим на мир, вот, например, начинается война между тем-то и тем-то, да, кто-то нападает на другого. И чтобы был мир, можно уступить. Можно? Вопрос в том, что если тот, кому ты уступаешь, он продолжает на тебя нападать дальше и дальше, то твоя уступка к чему она привела? Она привела только к следующему нападению. То есть, вот это очень важный момент, что этот совет, он годится. Плохой мир лучше доброй ссоры. Это идея, это как раз вот поговорка. Плохой мир лучше доброй ссоры. Мир не бывает плохим. Это как когда-то у Болгакова была очень такая гениальная фраза, что осетрина не бывает второй свежести. Бывает осетрина или свежая, или не свежая. И мир, он не бывает плохим. То есть, если это мир, это лучшее, что есть в мире. Мир это или мир, или это ссора. Нет такого понятия, как плохой мир, да, как осетрина второй свежести. Мне кажется, что мир это когда есть мир, а война это когда есть война. И бывает, что война спрятана вовнутрь. Что человек, например, он прячет войну вовнутрь, и он внешне делает мир, а внутри у него война. Он просто переносит войну из внешнего мира в мир свой внутренний. И это не мир. Это не мир. Это все равно война. Но здесь говорится о тех людях, которые слушают Советы Любайческого Рэба. Не каждый слушает Советы Любайческого Рэба. Тут как бы надо понимать, что есть люди, которым, вот если он что-то говорил, их тысячи, десятки тысяч этих людей. Это для них было как закон, закон. Если он говорил, что надо жить в мире, значит, они жили в мире. Потом, если случалась какая-то у них ссорка, то Рэба им говорил, нет ничего более важного, чем мир. Уступите, и будет мир. И человек уступал, и наступал мир. Но если, например, второй человек, он тут же после первой уступки начинал нападать еще и еще, тогда, я думаю, Рэба дал бы какой-то еще другой совет. То есть наверняка он написал 40 тысяч писем. Хорошо. Но вот пишется, видите, здесь пишется не плохой мир. Последняя фраза здесь такой. Трудный мир лучше легкой ссоры. Трудный мир лучше легкой ссоры. Смотрите, какая фраза. Она полностью меняет взгляд, ракурс. Мир не бывает плохим. Мир бывает трудным. Когда ты преодолеваешь какие-то свои качества и так далее. То есть он бывает трудно его удерживать. И он лучше, чем легкая ссора. Трудный мир лучше легкой ссоры. Очень интересно. Хорошо. Дальше. Дальше идет сегодня вот такой интересный момент. Мудрость Торы Каждый День. Обычно я пропускал этот отрывочек и переходил сразу к недельной главе. Но сегодня мне кажется, что вот этот вот отрывок, он нам даст объяснение для первого, для второго вот этого. Про мир, то, что мы заговорили. Потому что это очень важная, важная идея. Значит, называется Мудрость Торы Каждый День. Это тоже из объяснений любаеческого раба на недельные главы. Значит, есть такой в книге Дворим, есть такой отрывок. В нашей недельной главе есть отрывок. Не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти. То есть Машер Абайну говорит, что когда вам будет сложно, вы скажете, не потому ли, что нет Бога среди меня, во мне нет Бога, да, внутри. Меня постигли все бедствия эти. Действительно, если человек попадает в сложную ситуацию, у него есть два варианта. У него есть первый вариант, это обвинять всех, кроме себя. Самый первый простой вариант, все виноваты вокруг, кроме меня. Есть вариант обвинять себя. Но опять же, здесь тоже этот вариант, он один из вариантов. Третий вариант, вот здесь, не потому ли, что нет Бога среди меня, постигли меня бедствия эти. То есть, я старался сделать все правильно, но, может быть, я делал не так, как хочет Бог. Давайте прочтем, это отрывок истории. Сейчас объяснение. Всем нам свойственно не замечать своих недостатков. Да, человек видит в чужом глазу соринку, а в своем не замечает бревно, естественно. Всем нам свойственно не замечать своих недостатков. А заметив, находить им оправдание, каждый человек, тут мы все одинаковые, он, когда в себе находит какой-то недостаток, он говорит, есть оправдание. То есть, понятное дело. Ну, я не видел еще людей, которые не могут найти себе оправдание. Это должны быть какие-то очень странные люди, которые не могут найти себе оправдание. Хорошо. Этот стих учит нас, что для того, чтобы указать на наши ошибки, Бог показывает их на примере других людей. Как написано здесь? Если нет Бога моего среди меня, если я не достиг той духовной зрелости, которая позволяет замечать собственные недостатки, постигли меня бедствия эти. Я должен видеть, как мои ошибки отражаются в других людях. Поэтому следует всегда подыскивать оправдание чужим ошибкам, выявляя и почертивая добродетели. При этом отмечать достоинства других людей мысленно совершенно недостаточно. Нужно хвалить ближних за их добродетели и рассказывать об их достоинствах другим. Таким образом, мы укрепим взаимную любовь и уважение. Также мы обязаны учить своих ближних любить Всевышнего и своего ближнего, поскольку любовь к другому приводит к любви к Богу. Вот такая вот сегодня нам дали идея. Понятно, да? То есть это все работа. Работа тяжелая, тяжелая. Человек в этот мир пришел, чтобы работать. Каждый работает на своих каких-то участках, делянках, у каждого свои какие-то ситуации в жизни, свои какие-то сложности. Я вот сегодня, мне делали обследование, там, ну, обследование делали, желудка, там, всего такого, под наркозом. И я вот, когда дают наркоз, то я подумал, это же очень большой кайф. Вот мы иногда думаем, ну, вот в больнице, человек попадает в больницу, да, и уходить из этого мира тяжело. Но иногда вот то, что сегодня я подумал перед наркозом, да, вот если человек уходит под наркозом, ему вообще не тяжело, он просто засыпает и уходит. И интересно, что, что если бы не вот этот, ну, то есть настолько одно попадание в больницу может поменять мышление, настолько меняется ракурс. Просто когда ты сидишь в кресле, я помню, у меня были очень большие прозрения, когда мне удаляли зубы мудрости, где-то часа три-четыре длилась эта операция. И вот в кресле у зубного врача, когда четыре часа тебе пилят зубы, то есть время подумать о своей жизни, а вообще обо всем. А сегодня тоже вот перед наркозом, перед обследованием, смотря на людей, которые кто-то, знаете, как в Роша Жена во время молитвы говоришь, кто-то там умрет в этом году так, кто-то так, кто-то так. И когда ты это говоришь, то это как бы одно, а когда ты вспоминаешь, у меня, я помню, когда мы еще были в Киеве, прямо месяц перед Роша Жена в нашей общине умерло два человека. Один парень, пусть будет сегодня урок, Лейлу Нишамай, этих двух прекрасных людей, это одного звали Натан, Натан его звали, Джун фамилия, Натан, ну, не помню, как звали его, Натан Бен, пускай будет Бен Авраам, потому что все равно мы все Бен Авраам на каком-то уровне. Так вот, он был футболист американский, он был такой, ну, прям позитивный, хороший, добрый, помогал, очень, ну, прям один из самых позитивных людей, кого я знал, трое деток маленьких, ну, вообще, ну, очень позитивный человек, прям, ну, очень-очень, вы знаете, у меня про него только-только были, все разы, когда я с ним сталкивался, были хорошие очень впечатления. И он на тренировке ударился, и у него началась, началась у него, ну, в общем, кровь, заражение крови, и он от сепсиса умер в возрасте, там, 30 чем-то лет, вот так вот, оп, и все, это был шок, месяц дороже шана. И примерно месяц дороже шана, другая была девушка тоже, очень прекрасная девушка, Ривка ее звали, у нее был один ребеночек, ну, такая, даже 30-е, по-моему, не было, чтобы было ей, там, Лейлу Нишама, Ривка тоже Бат Авраам, потому что, я не помню, как звали ее отца и мать, и она тоже умерла месяц, болела, просто простудилась, какой-то у нее был, тогда еще не было коронавируса, и потом у нее инфекция пошла в менингит, в мозг, и она, оп, в больнице умерла. И это был шок, знаете, две похороны, двое молодых людей прямо перед дороже шана, это был огромный-огромный шок. Чтобы было Арифуаш Лыма, было полное выздоровление всем, кто сейчас выздоравливает, чтобы мы, у нас лучше вот здесь написано на чужом опыте, чтобы мы понимали, что главное в жизни это твой духовный рост, близость со Всевышним, добрые дела, Тора, и максимально реализовали свой потенциал в течение жизни, сколько кому положено, столько бы, чтобы мы и жили, и чтобы было выздоровление всем, кто сейчас находится на грани, чтобы они выздоровели, чтобы служить Всевышнему, выполнять заповеди, учить Тору, переносить добро людям, миру, и значит, чтобы они все выздоровели. Все, всем хорошего года, Гмар Хатиматова, чтобы всех запечатали хорошей печатью, Максим, как вы молодец, сейчас выводы его почитаем. Очень важно писать выводы, стремиться к непорочности, первое. Второе, нет ничего важнее мира, трудный мир лучше легкой ссоры, правильно, вот он взял главную фразу, трудный мир лучше легкой ссоры. Свою зону роста мы видим через других людей, да? Все, всем хорошего-хорошего дня, до завтра с Божьей помощью, пока. Субтитры сделал DimaTorzok